Доброе утро! Или не утро. С вами Екатерина Воропа и канал «Объектив». Мы с командой снова подобрали темы из ведущих мировых СМИ и подготовили обзор. Сегодня вы узнаете, будет ли у Байдена новый противник на выборах, если Трампу запретили избираться. Почему запрет телефонов в школах России вреден для учеников. Как решение суда об ЛГБТ-пропаганде увеличило просмотры клипа Баскова. И почему главы Хамас говорят то, что не поддерживают воюющие в Газе террористы. Еще поговорим о выборах в России и в конце я расскажу просто пару приятных новостей. Такой план. Начинаем. В Америке драма и скандал. Дональду Трампу запретили избираться в президенты. Правда, только в одном штате. Но вот прецедент имеется. Как же так получается? В Америке правительство тоже мешает людям идти на выборы. Давайте разберемся, за что Трампу выдали запрет и финальное ли это решение. Решение о том, что Трампу нельзя идти в президенты, вынес в Верховный суд штата Колорадо. Президентские выборы в Америке проводятся не как единое мероприятие по всей стране, как в России, а как отдельные выборы в каждом отдельном штате. Поэтому из бюллетени Трампа убрали только в самом штате Колорадо. Причина же решения судей в том, что, по их мнению, избираться Трампу запрещает сама американская конституция. Все дело в 14-й поправке Конституции США. В ее третьем разделе написано, что любой человек, участвовавший в восстании против правительства США, не имеет права избираться на государственные должности. Эта поправка весьма древняя. Ее приняли еще в 1868 году, после Гражданской войны. Смысл был в том, чтобы запретить избираться бывшим конфедератам, начавшим войну против США. Теперь же суд посчитал, что события 6 января 1921 года тоже считаются восстанием. Тогда толпа сторонников Трампа взяла штурмом в здании Капитолия, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена. Сам Трамп своих сторонников поддерживал и даже с трибуны на митинге призывал пойти на Капитолий. Так, решил суд, Трамп участвовал в мятеже против Соединенных Штатов и теперь не имеет права снова становиться президентом. Решение это не окончательное, и все об этом знают. Адвокаты Трампа планируют обжаловать запрет в Федеральном Верховном Суде. В нем из девяти судей шестеро консерваторы, а из этих шести половину вообще-то назначил на должность сам Трамп. Поэтому вероятно, что Верховный суд решение суда Колорадо отменит. Судьи в Колорадо об этой перспективе тоже прекрасно знают. Поэтому они указали, что их решение не вступает в силу, пока с ним не разберутся федералы. Так что пока Трамп остается в бюллетене, а вопрос о его допуске уходит на более высокий уровень. Сам Трамп всю эту ситуацию выворачивает в свою пользу. Против него и так уже заведены четыре уголовных дела, и этот факт никак не испортил ему рейтинги. И он спокойно двигается к разгромной победе на президентских праймере с республиканцев. Решение о недопуске его на выборы выставит его жертвой системы и коварных вашингтонских элит. А такое среди избирателей Трампа будет популярно. Так что мы практически точно получим на выборах повторение битвы 2020 года. Джо Байден против Дональда Трампа. А теперь у нас блок новостей про выборы в России. Екатерина Дунцова, кандидат за мир, вчера подала в Центральную избирательную комиссию документы о выдвижении в президенты. Недавно ее сторонники провели собрание инициативной группы, на которой это выдвижение поддержали. Таких сложностей с канцелярскими названиями требует закон для кандидатов самовыдвиженцев. И вот вчера же Дунцова отнесла документы об этом в Центр избирком. Теперь у Центра избиркома есть 5 дней на решение о регистрации. Если оно пройдет, Екатерина сможет открыть избирательный счет и начать собирать подписи избирателей. Чтобы попасть в бюллетень, собрать их нужно целых 300 тысяч. И вы, конечно же, сможете ей в этом помочь своей подписью. Дунцова в своей предвыборной программе выступает против войны. И за какую-то нормальность, что ли, в России. За то, чего нам всем так не хватает. Новость о выборах номер два. Центр избирком России подтвердил, что на президентских выборах, конечно же, будет электронное голосование. Его проведут в 27 регионах. В том числе в Москве, Карелии, Чувашии, Московской, Воронежской и Нижегородской областях. Также электронно смогут проголосовать в аннексированных Крыму и Севастополе. В общей сложности под ДЭК попадает 38 миллионов избирателей во всей стране. Регионы в списке в основном те, где уже проводили электронное голосование. Но есть один новый – Вологодская область. Есть и регионы, которые не оценили прелести цифровизации. Тульская и Оренбургская области раньше проводили электронное голосование. Но на этот раз отказались. Дежурно подушню. Электронное голосование в России – это способ фальсификации. Из-за него в 2021 году победу на выборах в Госдуму украли у многих оппозиционных кандидатов, в том числе у моей соведущей. На выборах других уровней ДЭК также помогал единороссам обойти других кандидатов. Поэтому, пожалуйста, проголосуйте 17 марта против Путина на физическом участке с бумажкой. Есть единственная ситуация, когда ДЭК вообще стоит трогать. Если вы никак, совсем никак, вот крайне никак не можете прийти на участок. Тогда голос через ДЭК лучше, чем вообще промолчать. Я иногда заглядываю в статистику канала на Ютубе и заметила, что только 12% наших подписчиков включили все уведомления от нас. Это значит, что 88% нашей аудитории может пропустить важные ролики и потерять канал в ленте. В нашем мире сейчас очень важно быть в курсе последних новостей, чтобы знать, а что делать в той или иной ситуации или даже когда и как себя спасать. Так что призываю вас нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Больше одного ролика в день мы обычно не делаем, спамить не будем. Информация — это сила, и лучше узнавать ее регулярно и вовремя. А что происходит в России не на выборах? Что ж, теперь в российских школах, если и будут телефоны, это только такие. Тут на днях Путин подписал закон о запрете телефонов в школах. Ученики не смогут пользоваться мобильниками на уроках. На переменах вроде бы как можно, но это не точно. А вот во время занятий точно нет. И да, я сейчас опять буду ныть, что это закон плохой. Начнем с аргументации авторов закона. По их мнению, это поможет улучшить школьную дисциплину и, цитата, «минимизировать факторы отвлечения внимания». Также, говорит председатель Госдумы Володин, отсутствие телефона поможет повысить авторитет учителя и наладить живое общение в классе. В принципе, звучит это в какой-то мере логично, но я попробую поспорить. Я ходила в школу, а еще закончила университет. То есть на разного рода лекциях я провела, ну, где-то 15 лет своей жизни. Страшно подумать. И на моем опыте родить интерес ребенка или не ребенка из запретов – идея сомнительная. Если ребенок не заинтересован в предмете, то вместо сидения в телефоне он соорудит пирамидку из ручек, изрисует всю тетрадь или будет перекидываться записками с друзьями. Примерно этим я и занималась на неинтересных уроках. Чтобы заинтересовать детей, на уроке нужен не запретительный микроменеджмент от государства, а более сложные, но более эффективные вещи. Если в Кремле и правда хотят бороться за повышение успеваемости в школах, по-моему, стоит работать с учителями и учебными программами. Может быть, эти самые телефоны вообще в учебный процесс как-то интегрировать, что многие продвинутые преподаватели и так делают сами. На некоторых уроках сейчас, например, на уроках права, ученикам нужно буквально гуглить дополнительную информацию – те же законы, правовые нормы. В этих условиях запрет, наоборот, ухудшит успеваемость и нарушит учебный процесс. Ну, или просто не будет исполняться, потому что не учитывает реалия 21 века. Законы, которые невозможно исполнять, писать и принимать весьма бессмысленно, дорогая Госдума. Повышение авторитета учителя через отбирание телефона тоже идея сомнительная. Процесс обязательного отбирания смартфона перед уроком отношений с учениками потенциально накалит. Авторитет тяжело зарабатывать запретительными мерами. А считать, что один запрет решит все проблемы с авторитетом и успеваемостью – вообще сомнительное упрощение нашей сложной реальности. В каком-то смысле запрет телефонов на уроке может даже навредить учащимся. Вспомните, сколько раз в интернете всплывали кадры, где учителя издеваются над детьми. Вот вам несколько примеров. Заголовки из Тулы, Екатеринбурга или из Уфы. Во многих случаях дети могли доказать свою правоту, только достав телефон и включив камеру. Потенциально очень тяжело поверить ребенку, что в его школе происходит трэш. А так можно собрать доказательства и обратиться уже с ними за помощью к родителям или другим взрослым. В общем, в Кремле по традиции публичной политики категории «Б» под видом заботы о детях принимают странные законы. В 21 веке телефоны стали неотъемлемой частью жизни и огромным источником полезной информации. Но и с этим надо уметь работать. Нельзя просто сказать детям «все, телефон запрещен» и ждать, что они последуют правилам. Я подозреваю, что правила могут не последовать даже учителя. Вспомните себя в школе. Наверняка вы тоже нарушали некоторые странные правила. Я, например, носила разноцветные шнурки, за что меня отчитывала классная руководительница. В таких случаях слово «учителя» или «директора» всегда будет слабым аргументом. Кстати, напишите в комментарии, а что вы думаете об этом запрете и столкнулись ли с ним ваши дети. Телеканал «Точка ТВ» оштрафовали на миллион рублей за клип Баскова на песню «Странник» 10-летней давности. Причина штрафа — ЛГБТ-пропаганда. Я только вчера узнала, что у Баскова есть такой клип, я даже его посмотрела. В видео показан Древний Рим, так что исторический контекст уже намекает, где римляне отдыхают в каком-то дворце. И в этом клипе Басков и его друг в исполнении Вячеслава Манучарова сперва томно смотрят друг на друга, потом идут отдыхать с женщинами, потом сражаются на мечах, гусары молчать, и снова томно смотрят друг на друга. Вот эти двусмысленные взгляды и не понравились судье. Далее приведу несколько цитат, которые не могу не зачитать. Отношения лирического героя с другим мужчиной содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения. Также судья пояснила, что на друга Молбасков смотрит томно и чувственно, а на женщину тоже, цитата, отстраненно-созерцательно. Ну и полуголые девушки, целующиеся во время праздника, тоже показали судье странными. Наконец, финальная цитата. Действия клипа проходят на фоне атмосферы гедонизма и разврата. Гедонизм и разврат в России, по-моему, еще не запрещен. Если чувственные взгляды двух мужчин в Древнем Риме – это ЛГБТ-пропаганда, то я знаю, что следующим попадет под цензуру. Имя Платон вам что-нибудь говорит? Труд диалоги Платона часто разбирают в университете на парах по философии и истории политических учений. И, конечно, Платон там не обходит традиции Древней Греции. Философ рассуждает о любви между двумя мужчинами, о чувствах, о физическом и эмоциональном влечении. Кстати, если этим штрафом суд хотел расправиться со злосчастной ЛГБТ-пропагандой, то у него не особо-то получилось. Со своего ютуб-канала Басков этот клип скрыл, но оно залито на другие. Там в комментариях под ним куча сообщений от людей, которые понятия не имели об этой песне, как, кстати, я сама. Так что благодаря суду просмотры клипа только выросли. Ночью в Санкт-Петербурге обрушился шестиэтажный дом. К счастью, никто не пострадал. Дом был до революционной постройки и в плохом состоянии. А еще его не признали аварийным. Он, видимо, сделал это сам. Но жители в последние месяцы уже расселили. Днем во вторник у здания обрушилась часть несущей стены. А в районе двух ночи среды он развалился целиком. Это был флигель дома номер 73 по Гороховой улице. Самая старая постройка на участке. Изначально флигель построили в 1840-х. А в начале прошлого века его надстраивали. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что последнего человека в доме уговорили уехать буквально за день до обрушения. Прокуратура и Следственный комитет начали разбираться, что произошло со зданием. Кроме новостей Америки, в иностранных СМИ сегодня вышла интересная статья о трениях внутри Хамаса. Политическое руководство Хамас строит планы на будущее и заявляет, что хочет мира. При этом руководители Хамас в секторе Газа, которые, собственно, и воюют, ничего не знают о планах своих лидеров за рубежом. Что за игры ведут лидеры Хамас и почему им нельзя доверять, рассказывает Wall Street Journal. Сперва стоит пояснить, кто задействован в этих планах и с кем говорят террористы. У группировки Хамас есть своя иерархия. Важное место в ней занимает та часть, которая отвечает за сектор Газа, единственную территорию под их управлением. Это те самые террористы, которые живут в секторе, планируют атаки на Израиль и проводят теракты. Их влияние велико. Но все же формально над ними есть начальство, международная организация Хамас. Это важные фигуры, которые ездят на переговоры, добывают финансирование, встречаются с руководителями других группировок, ну и так далее. Они живут не в секторе, а в Катаре. И вот именно это политическое руководство сейчас пытается показать себя как цивилизованных дипломатов, которые думают о будущем сектора. Что именно они делают? Договариваются с лидерами палестинской автономии на Западном берегу и партией ФАТХ, которая там правит. В их планах заключить некое соглашение с Организацией освобождения Палестины, где ФАТХ является лидером. Эта организация, помимо того, что правит на Западном берегу, представляет палестинский народ на разных международных площадках. И действует под флагом частично признанного государства Палестина. Суть соглашения следующее. ХАМАС становится частью Организации. ФАТХ забирает контроль над сектором газа. А сами террористы при этом будут мирно жить, никому не мешать и ни на кого не нападать. По мнению журналистов, такое поведение ХАМАС весьма странно. Во-первых, ХАМАС до этого момента вечно с этими Организациями спорил. А в середине нулевых даже воевал против ФАТХ. Сейчас же террористы ведут себя сильно дружелюбнее обычного. Во-вторых, эти дипломатические игры ведутся без ведома боевиков в самом секторе газа. По данным журналистов, военные лидеры ХАМАС ничего не знали о каких-то переговорах. А когда узнали, то потребовали их прекратить. Но на самом деле действия политического крыла ХАМАС рационально осмыслимы. Они видят, что операция Израиля идет относительно успешно. И что скоро ХАМАС утратит контроль над сектором газа, в ней который будет играть важную роль. Это сам Израиль. И Иерусалим не раз заявлял, что его цель уничтожить военный потенциал ХАМАС в секторе, чтобы обезопасить себя и своих жителей от новых атак. Израиль уверен, что страна не будет в безопасности, если ХАМАС продолжит рулить в секторе газа. Даже если кроме ХАМАС там будет кто-то еще из палестинской автономии. Риторика ХАМАС очень похожа на попытки пустить пыль в глаза, чтобы временно конфликт заморозить и подкопить силы для новых терактов и нападений. ХАМАС вообще-то и раньше делал вид, что войны не хочет. Но все это нужно было только для успокоения общественного мнения, ну и чтобы разные фонды присылали в сектор газа денег на развитие. В итоге обещания террористов обернулись их нападением на Израиль. И его ответной реакцией. А напоследок просто парочка забавных и ненапряжных новостей. Такой контент тоже имеем. Московский политех показал прототип будущего российского электромобиля Амбер. Позже в политехе пояснили, что это только наработки и финальный дизайн будет совсем другой. Но пользователей интернета было уже не остановить. Выглядит электромобиль необычно. Нашему редактору он чем-то напомнил Фиат Мультипла. У этой машины тоже странная передняя часть. А я в машинах не разбираюсь. Поэтому просто скажу, что у этой забавное выражение лица. И про выражение лица я в чем-то права. Так работает человеческий мозг. Мы везде видим очертания лиц. И выражение лица электромобиля Амбер весьма мемогенерирующее. Она то ли улыбается, то ли кричит, то ли замерла в нем в шоке. И все это с надписью «Испытание» вместо номерного знака. Да, тяжелые испытания выпали на долю не только россиян, но и российских автомобилей. В интернете машину уже сравнили с удивленной золотой рыбкой. И со статуей Аленки в Воронежской области. А вы пишите в комментарии, что вам напоминает этот электромобиль. И напоследок НАСА показало человечеству видео с котом. Это был тест новой лазерной системы связи, которая в будущем позволит связываться быстро с Марсом и другими местами в глубоком космосе. В октябре с Земли стартовал космический аппарат «Психея», на который заранее загрузили 15-секундное видео сверхвысокой четкости с рыжим котом по имени Тейтерс. В ролике Тейтерс бегает по дивану за лазерной указкой. Сейчас «Психея» уже отлетела на расстоянии в 31 миллион километров, то есть примерно в 80 раз дальше, чем Луна. С такого огромного расстояния аппарат отправил видео с котом на Землю при помощи лазерного передатчика. И заняло это всего лишь 1 минуту 41 секунду. Инженеры из лаборатории реактивного движения особо отмечают, что получить видео из космоса заняло меньше времени, чем отправить его по интернету в другой офис. Теперь у НАСА есть проверенная технология быстрой связи, по которой астронавтам на дальних миссиях можно будет отправлять видео с котиками и другой, более профессионально важный контент. На этом у меня все. Не забудьте подписаться на канал, поставить все уведомления. Ну и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok